Шабагижское сельское поселение в 2016 году впервые участвовало в программе поддержки местных инициатив. Благодаря программе стала возможна реализация проекта, который сами жители посчитали наиболее важным для своего поселения. На общем собрании было поддержано предложение отремонтировать дом культуры. До этого здание 30-летней давности практически ни разу не обновлялось. Мы и прошлые годы, и раньше проводили мероприятия, и прямо в глаза бросалось вот именно состояние нашего СДК, что необходим хотя бы небольшой ремонт, потому что с годами уже все это немного устаревает. Поэтому мы так рады и так благодарны, что так все получилось именно перед Новым годом. Реставрация длилась всего 10 дней. В результате проведен косметический ремонт в здании, закуплены новые кресла, новый занавес, оформлена сцена. На праздничные мероприятия по поводу завершения реализации проекта собрались жители села. Всех присутствующих поздравили с этим значимым событием глава администрации Куэргазинского района Ахат Кутлу Ахметов, а также глава сельского поселения Альфия Ханбекова. Тем, кто принимал активное участие в ремонте Дома культуры, спонсорам, членам инициативной группы, а также активным жителям были вручены благодарственные письма. Проблем много на сельском поселении, но решили все-таки первоначально, проблема именно обозначить вот этот клуб, ремонт клуба. И я думаю, у нас все получилось, люди поддержали, и вот видите, какой обновленный красивый клуб у нас получился. Я думаю, он будет долго служить, и наши дети и взрослые смогут участвовать, и спектакли показывать, премьеры. Мы можем приглашать уже, как говорится, хороших артистов, больших артистов на нашу сцену и смотреть, и радоваться. Всего по республике рассматривалось более 600 проектов. 458 из них были одобрены, в этом числе и ремонт клуба в селе Шабагиш. Кстати, на сегодня это первый в Кувергазинском районе проект, реализуемый по программе поддержки местных инициатив. В будущем году таким работам будет уделяться особое внимание, отметил глава администрации района Ахат Кутлахметов. У нас все сельские поселения в этом году участвовали, однако только в это Шабагишское сельское поселение, они попали. Вот выделено всего 374 тысячи рублей из бюджета республики, 50 тысяч собрали сами жители, 23 тысячи собрали от индивидуальных предпринимателей и сельского поселения 50 тысяч. Итого, где-то около 500 тысяч денег сегодня выложено для сельского клуба. Это, конечно, здорово. С одной стороны, это хорошо, что у нас в республике именно работают такие программы. Есть реальные дела, люди уже участвуют. Все-таки вот этот закон 131, который гласит об общих принципах организации местного самоуправления, гласит таким, чтобы люди сами на местах решали. В этот день жители села праздновали второе рождение сельского дома культуры. Двойной праздник для Рашида Ахмадуловича из Шмуратова. Ветерану Великой Отечественной войны 30 декабря исполнилось 90 лет. Глава администрации Ахат Кутлахметов вручил ветерану памятные подарки и поздравительный адрес от президента страны. В свою очередь Рашид Ахмадулович поздравил односельчан с наступающим Новым годом. И отметил, что клуб действительно преобразился. А значит, молодежи будет где проводить свободное время. Для сельской местности это обязательно надо. Потому что молодежи некуда податься. Вот им надо, чтобы какое-то место, чтобы они собрались. На ремонт, что называется, собирали всем миром. Никто не остался в стороне, говорят представители инициативной группы. Мы прошли по всем дворам, как говорится. И по 200 рублей с каждого двора все отдали. Мы собрали вот сколько нам было положено, 50 тысяч. И народ нас поддержал. И население нас благодарит. И мы тоже население очень-очень благодарим. Алла-Аверсай, у нас всё будет хорошо. И новые-новые программы сделаем. Для гостей и жителей села в обновленном Доме культуры была организована праздничная концертная программа с участием вокальных и танцевальных коллективов. Остается пожелать, чтобы клуб никогда не пустовал, всегда был наполнен яркими мероприятиями. Субтитры создавал DimaTorzok